за пределами китая есть понятие китайская кухня но китай очень неоднородный и еда сильно различается по провинциям но кстати в россии китайская кухня чаще всего называют кухню северо-восточных провинций китая и многие россияне даже не пробовали кухни других провинций мы тоже любим данбэйскую кухню данбэйки их часто называют на границе с китаем но в нашем районе с ней не очень я бы даже сказал проблемы здесь в основном живут местные южане и они предпочитают свою кухню ну и кухни провинции которые поближе к ним пару дней назад мы прогуливались с леной по району и все же нашли одну забегаловку где написано пельмени данбэйский но смысле северо-восточные северо-восточная кухня сейчас направляемся в нее вот сюда мы шли чего встали заходим тебе казалось крутой ресторан нет нет вот такая вот как раз маленькая забегаловка но в таких забегаловках очень часто очень вкусно кормят вот так вот выглядит меню без картинок поэтому выбирать очень сложно даже зная китайский язык невозможно понять что же там будет в итоге мы любим северо-восточную китайскую кухню соскучились очень очень давно не ели прям хочется съездить на север китая для того чтобы все это поесть ушки 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 пельмени еще что-то с заказом у нас сегодня было тяжеловато потому что это место абсолютно не адаптированно для иностранцев ну просто не ходят значит здесь наиболее вкусная настоящая северо-восточная китайская кухня поэтому мы заморочились надеюсь что будет очень вкусно я хочу чтобы это место стало нашим левым и могу сюда приходить и говорить нам как всегда я конечно хотела бы чтобы было более приличное заведение но нет у нас здесь а тот который был так нас из него выгнали помнишь как да а да куда нас не пустили это разные вещи выгнали если бы мы тебя там неприлично вели и например писали пьяные на столе а нас туда просто не пустили малинки малинки такие вечеринки будешь так вот ощущение что малиновый морс в деревне бабушки что вы больше всего предвкушаетесь губежоу пельмешки это ушки с орешками твой рис поинджоуский как-то он бедненько выглядит конечно как обычный жареный а это кубежоу это что-то не то макс ты мне не то что-то заказал ну в общем это что-то не то да ладно пусть и красивого где работ чтобы руки не смачкать пробую какое-то желудок очень пустящая курочка очень-очень кинные волокна как будто грудка а мяско как тебе моя дня ну вот про это я даже ничего говорить не буду потому что это во первых не то что мы ожидали во вторых любой наггет мне кажется вкуснее я даже не могу понять в чем это таком обжарено потому что ну давай скажи свое мнение еще и горячо она вот выглядит внутри что-то панировочных сухарях приятного аппетита спасибо и вам зрители тоже губа надо ехать на север на север срочно провинцию хейлудзан не лови пельмешки прям рекомендуешь люблю когда макс рекомендует он фигню рекомендовать не будет это хорошо немножко футеротики мясные пельмешки жирном жирном бульоне пахнет чесноком и мясом острые достаточно острые свиные ушки ой очень острые с арахисом зеленью и залитое все соевым соусом еще здесь можно встретить тонко-тонко на струганый огурец и различные приправы китайские почему я уточняю именно китайские потому что вкус такой типично китайских блюд очень красиво выглядит но в парке снимаете да ладно зато на вкус вот так вот выглядит вкусная-вкусная кость точнее мясо на этой кости а вот так выглядит довольное лицо ребенка поедающее это мясо у риса кстати какой-то необычный вкус может это конечно самовнушение но мне кажется что он вкуснее чем обычно потому что я просто как-то уже не ела какой красивый рис с яйцами с зеленью немножко-немножко колбасы есть морковки в общем рис по-инджоуски и мы решили что нам недостаточно еды и заказали битый огурец классическое северо-восточное блюдо недостаточно остро на мой взгляд и забыли орешки разбить их нужно раздавить и посыпать а не целых накидать да мы умеем готовить это блюдо и какое-то мясо в каких-то панировочных сухарях что это такое мы не знаем но вкусно или нет но мама тоже сказал что странный ты не можешь понять тебе что больше всего понравилось что я наелась я была голодна аааа то есть без разницы чем в желудок забить не ну ты же знаешь лучшая приправа это голод вот мой рис понравился мая что тебе больше всего понравилось не знаю все что пробовала нормально последнюю пельмешку выловила ну мясо чувствуется но у нас все главное понравилось это его блюдо тебе огурчики нам нужно под конец так освежился и по великой традиции нашей семьи все что не съедают дети и не влазит в Лену достается мне а мне больше всего понравились свиные уши я их с радостью кушал ни с кем не делился потому что для всех остальных они были очень острые не на самом деле вкусно но островато битый огурец неплохо мясо мне не досталось пельмешки так себе ну и меньше всего понравился рис реально какой-то странный привкус привкус какой-то непонятной резины я так и не понял что это такое было возможно это привкус дешевых сосисок ну или что там колбасы которые туда накидали а может быть подгоревшие кукурузы там у них были немножко подгоревшие кукурузы в общем сложно сказать возможно в следующий раз будет вкуснее а может быть и нет итогу у нас получилось 89 юаней Лена ставила что будет сотка макс что 80 89 поэтому макс выиграл ну вряд ли мы сюда еще вернемся но если мимо сильно холодные проходить то может и зайдем поехали сейчас на такси столько же потратим минута-то так маски надеваем в тасси запрыгиваем что булки хочешь это не булки это печенюшки называется печенюшки из жены из жены ели мясо кушать жена печенюшка жена печенюшка про блюда северо-восточной кухни у нас достаточно много на канале например все что мы ели в северной деревне относится к ней в описании к видео я разместил несколько ссылок можете посмотреть приятного вам просмотра и спасибо за поддержку канала